друзья всем привет вы на канале дачный умелец сегодня будем с вами делать очередную самоделку самоделку будем делать из профильной трубы труба будет 25 на 25 толщина стенки 2 миллиметра сегодня будем делать при помощи сверлильного станка никакой сварки не будет потому что в комментариях много пишут да у кого-то есть сварку у кого-то нет кто-то может варить кто-то нет поэтому хотелось бы самоделку которая не задействует сварку сегодня мы эту самоделку сделаем и она действительно очень будет полезно в первую очередь в гараже сейчас мы все это рассмотрим из чего мы будем делать и уже будем приступать к самой самоделки так для данной самоделки нам понадобится две заготовки длиной по метру потом две заготовки длиной по 650 миллиметров и две заготовки по 600 миллиметров как я уже и говорил все заготовки то есть делаются из профильной трубы 25 на 25 и также нам понадобится еще четыре пластины я взял длиной 100 миллиметров изначально при изготовлении данной самоделки нам нужно на этих заготовках просверлить по два отверстия то есть отступаем по сантиметру кернем посередине и во всех четырех заготовках делаем отверстие и также нужно будет еще закруглить вот здесь края на данных заготовках и так чтобы каждый раз не кернить каждую заготовку как всегда выставил упор и подставил сюда еще один упор то есть один раз выставил сверло по центру где нам нужно потом просто переворачиваем и сверлим все заготовки получается рада расстояние одно и то же на всех заготовках будет берем одну заготовку 600 миллиметров и 2 650 вот длинная заготовка 650 она наверху находится 600 под низом вот таким вот способом прикладываем наши заготовки все кернем в двух местах и сверлим отверстие кстати недавно писали в комментариях типа чувак много работает у него даже бирки типа на инструментах друзья ну вот допустим здесь оторвать мучиться не вижу смысла работают так здесь также на молотке тоже как видите бирка мучиться ее отрывать но отлетит она сама просверлили отверстия теперь будем работать с короткими заготовками которые по 600 миллиметров так друзья просверлил я все отверстия в наших коротких заготовках вот как у нас все это получилось изначально у нас был два отверстия то есть здесь и вот здесь затем как я говорил на отступили 5 сантиметров просверлили сквозное с этой стороны мы отступили сначала 4 просверлили потом 7 сантиметров просверлили и вырезал болгаркой и с этой стороны также сквозное отверстие получилась вот такая вот заготовка также 2 все эти две короткие заготовки готовы можно их убирать в сторону и работать уже с длинными заготовками шеи заготовки я тоже все просверлил сейчас покажу изначально у нас было сквозное отверстие вот здесь восьмерка что мы еще сделали отступили 100 миллиметров просверлили шестеркой отверстия здесь и здесь отступили 3 сантиметра от края на тоже шестеркой просверлили затем отступили 100 миллиметров сквозное отверстие восьмеркой и с этой стороны здесь 9 отступили и 12 и также вырезал болгаркой получился вот такая вот заготовка все две заготовки эти длинные тоже готовы и останется у нас вот эти две заготовки по метру которые нужно будет по краям просверлить отверстие то есть отступить 12 половиной миллиметров из каждого края сделать по сквозному отверстию восьмерку и все и так покрасил детали черный цвет теперь можно приступать к сборке для сборки нам также понадобится два ключа на 13 моем случае взял одну головку на 13 ключ а также болты 4 на 60 4 на 50 и 4 на 30 5 также гайки гайки я взял сам контрыщийся 4 4 обычных и 4 барашковых но все это можно заменить обычными гайками и так давайте приступим к сборке вначале нужно будет собрать шарниры то есть берем одну короткую заготовку и вторую чуть длинше что вот эти прорези смотрели друг на друга вот таким вот способом все и собираем шарнир используем болты пятидесятки и самоконтривающиеся гайки сильно не надо затягивать так как отбудет шарнир таким же темпе собираем вторую так после того как собрали обе части нам нужно вот эти отверстия сюда подобрать цепь то есть сейчас закрепляем здесь отмеряем сколько надо и отрезаем врезал цепи вот что получилось это же самое делаем для второй детали соединили наши цепи заготовками осталось соединить вот эти две между собой длинными трубками и прикрепить к стене к стене будет крепиться винтами шестерками то есть вот здесь и здесь мы сверлили отверстие шестерки сейчас прикручу к стене и покажу конечный результат так наша самоделка готова это получилась вот такая мобильная стойка для машин для колес для машина давайте ее разберем сейчас то есть разложим в рабочее состояние и посмотрим что же у нас получилось вот здесь я использовал карабина то есть с одной страны и с другой все получается наша самоделка готова останется только уложить сюда колеса и все то есть в любой момент можно ее убрать и разложить складываем карабином прицепляем персонала в таком положении у нас давайте попробуем так подводя итог чтобы хотел сказать по поводу это стойки стойка мобильная то есть в любой момент можем открутить четыре винта убрать стойку то есть где-то в другим месте закрепить также еще считаю плюсом что она может складываться допустим баллона вы куда-то убрали то есть даже поехали абортировать чтобы полк не мешал сможем спокойно сложить карабинами закрепить все опять же допустим вот здесь у меня четыре баллона ну если подвинуть можно 5 конечно тоже влезет опять же то есть можно трубы взять блинше и уже если у вас резина шире то есть можно трубки удлинить и также опять это стойка можно ей пользоваться не нужно какие-то еще узлы переделывать то есть достаточно две трубки взять того размера который вам нужен допустим для ваших колес на полу сами знаете место она тоже очень драгоценная к примеру вас есть него уборочная техника до зимой вы также можете спокойно под эти колеса закатить поставить его то есть место всегда есть под него ну и наверно все в принципе вот такую стоечку сделал сделать ее можно очень легко как вы видели для этого нам требовалось только допустим сверлильный станок но опять же можно использовать дрель обычно занимает по изготовлению совсем очень мало времени берем трубу делаем отверстие закрепляем все также установил заглушки для более эстетичного вида мы в принципе все кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч